И вот значимое событие сегодняшнего дня это, безусловно, открытие набережной. А точнее, первые ее части, где расположен амфитеатр. Глава региона отметил, что это подарок для томичей в юбилейный год области и города. Государственные награды губернатор Сергей Жвачкин и полпред Сергей Миняйло вручили в БКЗ. Роза Айропетян, обо всем по порядку. Томские инженеры, профессора и педагоги получают госнаграды от имени президента России за свой личный вклад в развитие всей Томской области. Сегодня регион отмечает 75-й день рождения. За эти годы, по словам губернатора Сергея Жвачкина, здесь открыты новые производства внести химической, машиностроительных отраслях, предприятия радиоэлектроники. При этом регион по всей стране называют самым молодым. Не из-за возраста, а потому что он закрепил за собой звание студенческого. Сегодня в университетах Томска учатся молодежь из 78 регионов России и 79 стран мира. Это неплохо, конечно, для области, которая еще 25 лет назад была вообще полностью закрыта для иностранцев. Место встречи, концертов, творческих вечеров, талантливой молодежи из разных уголков мира. Подарок к юбилею. Сегодня в центре города официально открывают обновленную набережную реки Ушайки. Это возрождение истории. Это возрождение облика наших городов. Гранит, из которого строители воссоздали уникальную волнообразную стену вдоль амфитеатра, стал материалами для символического ключа. Презент в 15,5 килограммов будет напоминать о долгожданном открытии. Ни для кого не секрет, строительство на этом участке длилось 5 лет. А сегодня на сцене первый концерт. Мы сейчас стоим на смотровой площадке, но к этому празднику может присоединиться любой желающий, ведь эта территория вмещает одновременно свыше полутора тысяч человек. И вид отсюда открывается не хуже, чем с посадочных мест в амфитеатре. Сцену видно со всех сторон, из полнообразной стены. Общая высота ее конструкции 23 метра. Это индивидуальный заказ трубошпунта, который доходил до 14 метров длиной. Установка, погружающая такой трубошпунта, была привезена одна из самых сильных в мире. Чтобы укрепить берега, строители использовали 450 свай. Все они находятся под площадкой, а до этого выравнивали дно реки. Реконструкция участка от Каменного моста и ДБКЗ затянулась из-за таких сложных инженерно-технических работ. Ни одного бюджетного рубля нет. Ни одного. Общая стоимость вот этого этапа строительства в 930 миллионов рублей. Участок от Тысячи мелочей ДБКЗ пока остается недоступным для горожан. Здесь еще планируют создать рекреационную зону, площадку для культурно-массовых мероприятий и спортивный парк. В первой стенах амфитеатра звучала классика. Но в будущем на этой сцене сыграют еще и джаз и рок-н-ролл. Роза Эрбетян, Дарья Сосновская, Юрий Дахов, Евгений Лосинок и Андрей Никифоров. Вести. Томск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова